Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю рассмотреть первую версию мобильного ЦАПа, довольно известного в кругах меломанов бренда, Wiser. В силу, скорее всего, геометрических форм, производитель назвал его DA1Cube. Из основного нам обещают поддержку гарнитуры, полноценный конвертер ESS ES9281C Pro, 55 мВт выходной мощности, низкое энергопотребление, а также то самое MQA-декодирование, о котором в последнее время так много разговоров. Собственно, поехали. Поставляется аппарат в небольшой такой картонной коробке с изображением самого устройства и двумя логотипами Hi-Res Audio и MQA-сертификации. На обратной же стороне находим полный список технических характеристик. В комплект нам положили внушительный такой томик с инструкцией, переходник с Type-C на стандартный уже USB разъем и маленькую наклейку с логотипом Hi-Res Audio. Сам девайс представляет из себя небольшой такой металлический кубик со светодиодом на передней части, перечнем цветовых спецификаций сбоку, кучей различной служебной информации сзади и выходом на 3,5 мм на верхнем торце. С USB Type-C входом основной блок соединен приятным таким на ощупь гибким кабелем. Следовательно, для использования DA1 с iPhone придется докупить еще и соответствующий переходник с Type-C на Lightning. Благо таких появляется в последнее время все больше и больше. Пользоваться же девайсом элементарно. Type-C напрямую или через переходник идет в компьютер, планшет или смартфон, а с обратной стороны подключаем свои любимые проводные наушники. Какого-то значительного нагрева во время использования я, друзья, так и не заметил, как и фона в паузах. По громкости запаса более чем достаточно, на компьютере я редко выкручивал уровень выше 15%. В плане мощности это хотя и не рекордные, но весьма значительный 55 мВт на 32 Ома нагрузки, что больше, чем в моем профессиональном аудиоинтерфейсе Moto M4. Из полноразмеров аппарат потянет наушники примерно до 150 Ом включительно. Потребляет девайс тоже очень гуманно. На 5 вольт это 0,67 ампер. Что, конечно, не рекорд, но это самое низкое энергопотребление, что я встречал за последнее время. Под Windows 10 аппарат определяется автоматически, готовый к работе посредством WASAPI. По поводу более ранних версий операционных систем и поддержки ASIO интерфейса никакой информации, увы, нет. С Android и iOS ЦАП работает абсолютно на всех существующих приложениях и сервисах. Из форматов поддерживается PCM до 32 бит 384 кГц, DSD 128 и современный формат MQA. Измерения, как и всегда, я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц на аудиоинтерфейсе Moto M4, где за исключением АЧХ все пункты получили оценку отлично. Впрочем, отклонение на 0,25 дБ на 20 кГц тоже вполне укладывается в норму. В остальном же имеем шумовую полку на уровне минус 140 дБ, отличный динамический диапазон, искажения ниже уровня минус 112 дБ, причем как гармонические, так и интермодуляционные. С точки зрения измерений, друзья, герой обзора просто превосходен. Звучит же Wiser D1 Coupe с хорошим таким уклоном в теплоту и музыкальность, что несет в себе приятную слуху аналоговую мягкость и подчеркнутую мелодичность, но лишает четкости, чистоты и прозрачности. Артикуляция тоже не так хорошо выражена, как, например, у Acme Magic Sound 4 или Colorfly CDA M1, где Acme я бы тоже включил в число музыкальных устройств, но с значительно лучшим разрешением и качеством прорисовки планов. В этом смысле D1 Coupe даже не пытается бодаться с конкурентами. Да и в сравнении с новинками от Tempo Tech герой обзора не может похвастаться какой-то особенной магнетичной подачей. С точки зрения отрисовки границ инструментов, D1 ближе к Sonata HD 3, чем к Sonata HD 5. То есть образы строятся достаточно цельными и естественными. При этом само звучание героя обзора простым тоже не назовешь. Достойный по глубине и динамике бас, приятная сочная серединка и в меру телесные продолжительные верха, которые, как мы видели по АЧХ, чуть притушили на верхней половине. Что, на мой вкус, оказалось прямо в кассу подачи D1. Суммарно звук получился глубоким, насыщенным, объемным и очень музыкальным. При прямом сравнении с аудиоплеерами за 100-150 долларов герой обзора показывает намного более высокий класс звучания, а, следовательно, куда предпочтительнее к покупке. Однако на фоне других имеющихся у меня в наличии мобильных ЦАПов D1 кажется все-таки слабее. Впрочем, если посмотреть, как данный ЦАП определяется в системе, то можно увидеть там приставку Lite. То есть это младшая версия из линейки ЦАПов от данного производителя. Из наушников D1 без особого труда раскачал планарный TIN Hi-Fi P1 Plus, как и все другие чисто динамические или же гибридные модели. Примечательно, что с техничными P1 Plus, Bequise Autumn или Tripo Vino Lino связка показалась в нее более удачной, чем с музыкальными 7 Гц Таймли, Skinnero и Dune Golden 2.0 или Weiser Kylin He 0.3D. Хотя и это легко объясняется из-за баланса музыкальности посредством повышенной динамики и проработки музыкальных образов. Микрофон и гарнитурный блок в устройстве работают, пользоваться им в принципе удобно, есть поддержка PCM, DSD и MKEA форматов. Ну а в плане наушников лучше берите что-то недорогое, гибридное. Массы, глубины и мелодичности у девайса и так с запасом, не хватает только скорости, разделения и деталей. Отсюда и в стилистике лучше выбирать что-то не очень скоростное и не требующее усиленной прорисовки образов. То есть скорее это для разнообразных лирических жанров, будь то популярная музыка, хип-хоп, электроника, ну или же рок-баллады. Итогом мобильный ЦАП Weiser D1 Cube порадовал своим необычным внешним видом, неплохой выходной мощностью, низким энергопотреблением, поддержкой гарнитуры, декодированием PCM, DSD и MKEA форматов и конечно же своим теплым музыкальным звучанием. Убийцу гиганта в данной модели искать конечно же бессмысленно, однако ЦАП без труда составит конкуренцию аналоговому выходу вашего смартфона и современном аудиоплеером долларов эдак до 150. Очень любопытный девайс, требующий в связку какие-нибудь сверхдетальные недорогие гибриды. А на этом у меня все, это был мобильный ЦАП Weiser D1 Cube. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Субтитры делал DimaTorzok